Друзья, привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я порассуждаю на тему того, какую консоль лучше взять, если у вас никогда не было консоли. Видео, скорее всего, предназначено для тех, кто вообще не разбирается в консолях, прям вот для новичков. Если вы таковыми не являетесь, то можете высказать свое мнение в комментариях и предоставить иную точку зрения, или поддержать мою. Ну и пойти смотреть видос уже для более опытных, ну, к примеру, на канал Денис Мейджор. Он недавно ролик записал про 10 причин, почему Xbox лучше плойки, поэтому гляньте. Если что, ссылку на этот видос я оставлю в описании. Также в комментариях можете помочь тем, кто еще не определился, какую консоль брать. Думаю, что в комментариях таких будет много. Перед началом видеоролика советую смотреть его до конца, чтобы не остановиться на фразе, которая может быть вырвана из контекста. И, как всегда, попрошу поставить лоис и подписаться на канал, если вам не сложно, и вы хотели бы его поддержать. Спасибо, и давайте начнем. Выбор консоли, особенно для СНГ, всегда является проблематичным, поскольку выбора много, а бюджет у многих невелик. И когда начинаешь думать, а что же взять, плойку или Xbox, всегда происходят качели в одну и в другую сторону. Опять же, это нормально, если ты не знаешь, чего ты хочешь, и не знаешь, какой выбор будет самый правильный и оптимальный. Просто покупая консоль, чаще всего хочется купить ее на долгое время и не сомневаться в своем выборе вообще. И тем более не говорить, мол, блин, зачем я ее купил и так далее. Я эту тему прекрасно понимаю, поскольку у меня много знакомых, кто не разбирается в консолях, плюс очень много пишут в ЛС, что, мол, не знаешь, что купить, подскажи. Итак, подсказываю. Выбор на самом деле велик, поскольку можно купить Xbox 360, найти PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, или же подождать новые консоли, а именно Xbox Series и PlayStation 5. На мой взгляд, самым оптимальным решением в большинстве случаев, делаю акцент на этом словосочетании, в большинстве случаев, не всегда, является консоль Xbox Series S. И нет, это не потому, что она мне капец как нравится, или я делаю по ней контент. Нет. В первую очередь, Xbox выглядит привлекательным вариантом из-за ее доступности. Новую консоль на старте при нынешней ситуации вы сможете приобрести за 27 тысяч рублей, что, в принципе, очень дешево, если сравнивать с остальными консолями. Покупая Xbox Series S, вы сможете быть уверены, что у вас будет вся библиотека игры Xbox One, многие игры Xbox 360, Xbox Original, а самое главное, все новые игры, которые будут выходить в будущем. Да, Xbox Series S, несмотря на свое такое немощное железо, потянет весь Next Gen со всеми технологиями. В ней будет, по словам Майков, трассировка лучей, 120 FPS и прочие Next Gen возможности. И да, не советую при выборе опираться именно на железо консолей. Консоли это не про это. Единственное, чего не будет у этой консоли по сравнению с консолями помощнее, это привода и 4К разрешение. Насчет 4К разрешения. Это, на самом деле, тоже достаточно острая и может быть не такая однозначная тема, но по моему опыту скажу так. Если вы не играли на 4К телеке и не привыкли к 4К разрешению, даже сейчас могу уверить вас, что разрешение 1080p и 2К, оно оптимальное. Да, если у вас 4К телек, лучше приобрести, конечно же, Xbox Series X или PlayStation 5, чтобы консоль соответствовала телевизору и вы увидели все его возможности. Но если бюджет хромает, берите ES-ку и не парьтесь, так скажем, 1080p, это не вырви глаз разрешения, при котором невозможно играть. Просто многие, на мой взгляд, очень сильно стали придавать акцент 4К разрешению, забывая про красоту картинки в целом. Но не будем останавливаться на этом и перейдем к одному из главных в этой теме, а именно к играм и их доступности. Если вы смотрели мои прошлые ролики, то вы, по сути, должны уже знать, что Xbox в плане содержания консоли является наилучшим вариантом, поскольку у него есть подписки, с помощью которых вы сэкономите реально кучу денег. Да, мы здесь еще можем вспомнить Аргентину, но это немного левый способ и доступен он далеко не всем, поэтому новичку будет достаточно и подписок. Просто в том же PlayStation Store цены уже поднялись и многие игры стоят уже 5000 рублей. И в случае, если вы купите консоли от Sony, будьте готовы к тому, что денег на игры вы потратите очень много, ибо каждую игру вы будете покупать по отдельности. Насчет того, что игры там старые и так далее. Для тех, у кого не было консоли, кто не играл в игры Xbox One, Xbox 360, подписка Xbox Game Pass будет просто лучшим вариантом. Ибо там столько игр, что вы их даже, наверное, за полгода все не пройдете. Плюс подписка пополняется все время новыми играми и эксклюзивы Microsoft будут также в этой подписке. И да, в Xbox Game Pass будут не только эксклюзивы, но еще, к примеру, мультиплатформы по типу Сталкера 2. Для тех, кто не знает, какую подписку лучше купить, чем они отличаются, я запишу отдельный видос, дабы помочь новичкам не ошибиться. Поэтому подписывайся и нажимай на колокол, чтобы не пропустить. В этом случае, в принципе, можно взять и какой-нибудь Xbox One. Но мне кажется, что лучше все-таки немного переплатить и купить себе консоль на долгие годы вперед. Поскольку, покупая Xbox Series, вы покупаете себе Xbox One, так как там будет обратная совместимость и все те же подписки. Плюс, новая консоль будет получать новые игры еще лет 7. Глядя на такие рассуждения, многие могут сказать, что, мол, я предвзято отношусь к плойке и так далее. Нет, мы до нее просто не дошли. На плойку, на мой взгляд, стоит обратить внимание только ради экзов и VR. Если вы наслышаны на таких играх, как Uncharted, Good of War, эксклюзивный Человек-паук и прочее, и мечтаете в них поиграть, ну а также хотели бы на консоли шлем виртуальной реальности, то лучше взять плойку. Поскольку этих игр не будет на консоли Xbox и вы в них не поиграете. Плюс VR на Xbox тоже пока не планируется. Для этих игр можно взять плойку 4, если бюджет капец как жмет, или же плойку 5, если вы хотите купить консоль на дальнейшую перспективу и получить еще и новые игры. Если что, PlayStation 5 будет поддерживать почти все игры от PlayStation 4 по обратной совместимости. Также, на мой взгляд, лучше купить плойку тогда, если у вас уже есть нормальный ПК и он тянет все новые игры. Покупайте на него подписку Xbox Game Pass, получаете почти даром эксклюзивы Xbox, играете во всю мультиплатформу на нем, а плойку 5 или 4 покупаете уже только ради эксклюзивов. Опять же, все это лишь субъективное мнение, выбор зависит от вас, и всегда при выборе думайте своей головой, а самое главное, знайте, что вы хотите получить от консоли. Если же недорогое содержание и подешевле, то это Xbox, если эксклюзивы, то PlayStation. Если же рассматривать к покупке только консоли, то было бы неплохо купить сразу же две, поскольку в одной у вас будет экономное содержание мультиплатформы, а на другой эксклюзивные игры, которые не будут доступны на другой платформе. Что касаемо дизайна, количества человек онлайна и прочих факторов, то они, на мой взгляд, второстепенные, на которые нужно обращать внимание в последнюю очередь. Поэтому смотрите на список эксклюзивов, на цену и, наверное, на то, где ваши друзья, поскольку в тот же онлайн веселее играть с теми, кого знаешь лично. Также знайте, что если вдруг вам что-то не понравится, вы всегда можете это продать и купить что-то новое или более подходящее именно для вас. Новые консоли, думаю, как пюрожки будут улетать. Я же, если бы у меня не было консоли вообще, скорее всего, купил бы Xbox, ибо дешевле и очень большая экономия в виде подписок. Просто все равно все упирается в игры и цены, и в моем случае я выберу, наверное, больше все-таки франшизы Xbox, по типу Geary, Forza, нежели Good of War и Horizon. Просто покупая ту же подписку Xbox Game Pass Ultimate, я не парюсь вообще. То есть у меня куча игр, дофига эксклюзивных проектов, которые я не должен покупать отдельно, они добавляются в подписку, и то есть как бы, ну, все в шоколаде. На самом деле, покупая Xbox One, я, наверное, ни разу не пожалел о том, что взял именно эту консоль. И думаю, что ни разу не пожалею, что возьму потом Xbox Series. Да, мне охота поиграть в того же Человека-паука, но приходится выбирать, поэтому как-то так. Но для человека, у которого не было консоли, которая хочет поиграть во множество игр, как по мне, Xbox Series это просто отличный вариант. Вот такое вот мнение. Обязательно пишите свое, помогайте другим с выбором, а самое главное, знайте. Плохих консолей не бывает, просто значит она вам не подходит. На этом все, если вдруг понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, и большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok